Термин электролиз в переводе означает разложение электричества. В фильме мы покажем простые опыты, которые позволят не только понять сущность электрохимических процессов, но и увидеть возможность их практического применения. Рассмотрим простейший случай электролиза на примере расплава хлорида свинца. Это вещество плавится при температуре около 600 градусов. Пока кристаллы плавятся, обратим внимание на электроды. Тонкий стержень слева вольфрамовый катод, толстый стержень в стеклянной трубке графитовый анод. Расплав получен. Погрузим в него электроды и замкнем электрическую цепь. Под действием электрического тока на аноде должен выделиться хлор. Для его обнаружения используем смесь йодида-калия с крахмалом. Действительно, хлор вытесняет из йодида-калия йод, и мы наблюдаем синее окрашивание крахмала. На катоде восстанавливается свинец. В застывшем электролите хорошо заметен слой свинца. На дисплее идет запись того, что происходило в установке, а мы выделим главное. Под действием электрического тока в электролите протекают окислительно-восстановительные процессы. Это и есть электролиз. Известно, что в растворе хлорид меди диссоциирует. Что же произойдет в растворе под действием электрического тока? На катоде заметно утолщение. На аноде выделяется какой-то газ. На мультипликации хорошо видно, что ионы меди движутся к катоду и восстанавливаются до нейтральных атомов меди. Ионы хлора окисляются у анода. Обесвечивание ингига подтверждает, что выделяется хлор. Медь и другие металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений после цинка, можно получать электролизом из растворов и их солей. Теперь посмотрим, как будет протекать электролиз раствора соли активного металла, например, натрия. В растворе поваренной соли идут активные процессы окисления и восстановления. И получившиеся вещества сразу же взаимодействуют друг с другом. Мы можем обнаружить лишь конечный продукт, гипохлорид, сильнейший окислитель. Проведем электролиз и йодида калия. Калий тоже активный металл. В этом опыте поставим диафрагму между катодным и анодным пространством. На катоде выделяется газ. У катода восстанавливаются не ионы калия, а водород. На аноде выделяется свободный йод. В растворе остаются ионы калия и гидроксид ионы. Убедимся, что при электролизе и йодида калия мы действительно получили водород, йод и гидроксид калия. В этом случае в электролизе участвовали и продукты диссоциации воды, катионы водорода и гидроксид ионы. При электролизе водных растворов солей активных металлов сами металлы получить нельзя. Для увеличения электропроводности в воду добавляют какой-либо электролит, например, сульфат натрия. При пропускании электрического тока наблюдаем выделение газов на катоде и на аноде. Простое сопоставление объемов выделяющихся газов наглядно убеждает в справедливости формулы H2O. А хорошо известные способы распознавания веществ подтверждают, при электролизе воды получены водород и кислород. Субтитры создавал DimaTorzok В основе промышленного электролиза воды лежат те же процессы, что и в лабораторном опыте. В промышленном электролизере катодом и анодом служат металлические пластины, разделенные диафрагмой. Таких пластин в электролизере может быть до сотни. Вода подается снизу. Для электропроводности в нее добавляют щелочь. При электролизе воды водорода получает в два раза больше кислорода. Поэтому в промышленности электролиз воды ведется в основном для получения водорода. Исходным сырьем для получения этих продуктов служит обыкновенная поваренная соль. Один из способов получения щелочи – диафрагменный. Аноды сделаны из металлической сетки. Диафрагмой служит азбест, которым покрыта катодная сетка. Однако азбестовая диафрагма не позволяет получить щелочь без примесей. Существует более современный способ получения щелочи – мембранный. Катодное и анодное пространство разделяет не диафрагма, а мембрана – полимерная ионообменная пленка. Этот способ позволяет получить продукты электролиза очень высокой частоты – щелочь, хлор, а также водород. Электролиз в настоящее время является единственным экономически целесообразным способом получения алюминия. Сырьем служит боксид с добавками, снижающими температуру плавления. Смесь засыпается в электролизерную ванну, где плавится при температуре около тысячи градусов. Анодами служат угольные блоки, катодом – сама ванна. На катоде идет непрерывное выделение алюминия. Угольные аноды постепенно выгорают. Из ванны алюминий выгружает вакуум-ковшом. Технологический процесс завершен. Но полученный алюминий содержит примеси, а многим отраслям промышленности требуется более чистый алюминий. Очистить, рафинировать металл можно тоже электролизом. Для этого металл заливают в электролизер, но другой конструкции. Дно ванны теперь служит анодом, а катодом – угольные блоки, у которых собирается очищенный алюминий. Примеси остаются на дне ванны. Этим процессом достигается практически стопроцентная степень очистки алюминия. Кроме алюминия, рафинируют и другие металлы. Например, медь. Только делают это иначе. В раствор медного купороса помещаем пластину неочищенной меди, которая служит анодом. А катодом служит какой-нибудь другой металл. В опыте молибдем. При пропускании тока через электролит, ионы меди переходят в раствор. Из раствора в виде нейтральных атомов медь оседает на катоде. Примеси остаются на дне ванны. Частота полученной меди почти 100%. Этот опыт одновременно продемонстрировал и способ нанесения одного металла на другой. Такой процесс называется галеваностейей. Путем катодного осаждения можно покрывать любое изделие слоя металла, обладающего нужными характеристиками. Делают это не только для красоты, но и для защиты от коррозии. Вы видите автоматическую линию по цинкованию изделий. Детали на подвесках после обезжиривания и промывки поступают в ванны с электролитом. Сами детали служат катодом, а нод — куски цинка. Под действием электрического тока цинк постепенно растворяется и оседает на деталях. Еще шире применяют для защиты от коррозии хромирование. При хромировании используют нерастворимые аноды. Катодом служит сама деталь. По твердости хромовые покрытия превосходят высокоуглеродистую сталь. Катодным осаждением можно получать очень точные копии рельефной поверхности. Такой метод называется гальванопластикой. Он широко используется в промышленности. Например, при изготовлении матриц-грампластинок. Оригинал служит катодом. Он покрывается никелем. Получает как бы негатив пластинки. С полученных матриц делают оттиски из пластмассы. Способ катодного осаждения был разработан академиком Якоби в 1838 году. Многие окружающие нас предметы так или иначе связаны с электролизмом. Возможности электролиза далеко не исчерпаны. Синтез чистейших органических соединений, сложные сплавы, биоэлектрохимия. Во многих сферах человеческой деятельности электролиз может найти применение. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ